Чемпион мира, Европы и многих чемпионов. Расыгреет, не думал, что так много здесь будет фанатов били-билдинга и титрикса, наверное, все тренируются, даже вот эти маленькие ребята. Я здравствуйте, наверное, в котельнище. Приятно был удивлен, что такой коктей здесь у вас побежали, разные виды спорта. Ну, в крафт себе. Родился я вообще в Красноярске, но когда мне было до рода, приехали в Киро-Чипец с родителями. И все детство, школьные годы проливали в Киро-Чипецке. Нанимался спортом, с 7 лет гимнастикой. Там был чемпионом в области несколько раз в гимнастике, первый взрослый разряд у меня. И потом у нас в Киро-Чипецке, вообще не знаю, мужскую гимнастику закрыли. Я пошел в цирковую студию. Там, примерно, в Доме культуры был у меня номер, ручной эквалибр. Ну, там на руках разные выполненные элементы. И когда закончил школу, поступил в Питер, в инженера-строитель института, у меня телостроитель. Мать, конечно, там не хотела меня отпускать. Думала, что я не поступлю, вернусь. Но я поступил, учился бы неплохо, две пятерки. И досрочно поступил на стилю. Там я служил в армии, два года после первого курса института восстановился. Пришел в общежитии, организовал тренажерный зал небольшой. Сами там тренажеры какие-то сварили, что-то сделали, занимались. И в 88-м году пошел первый раз посмотреть пирамиды Кутербурга по Будильбюдинг. А, ну, если кто не знает, у нас Будильбюдинг был запрещен раньше, в коммунистические времена. И только с 87-го года официально зарегистрирована Федерация Будильбинга. И так, как и каратэ раньше было запрещено, потом его разрешили. Вот, и тренажерных залов было в Питере очень мало. Все, кто не брали, только там более-менее спортивный ферриар. И меня один знакомый привел в клуб в 89-м году. Клуб на мой взгляд. Сказал, договорюсь. Я там был нормал, думаю, там одни качки, все здоровые. Решил подкачаться чуть-чуть сильнее. И вот, и когда пришел, тренер посмотрел на меня. А мне было 22 года. Раньше юниоры были до 23 лет. Тренер посмотрел на меня, говорит, что-то здоровый, ну-ка сниди футболку. Перелился, давай, говорит, готовь-ка по юниору. Ты можешь быть вторым, начиная ты Питера по юниору. Расписал на диету, там систему тренировок, начинал тренироваться. Ну так, железоприниматель еще начал фактировать детки в школе. Когда, где-то 82-й год, прошла эта волна нелегальных подвалов, тренажерных залов. Ребята сами делали тренажеры, там углубляли подвалы, наносил, как выносили, песок из подвала. Вот, и в студии многие ребята приходили, так называемые качки, делали какие-то упражнения, я на ними повторял. Но это все было бессистемно, без репетания правильного. Вот уже в Питере я пришел, когда в 89-м году, мне наконец-то расписали правильное питание, правильную систему тренировок. И я готовился к соревнованиям. То есть в январе 89-го я пришел в клуб, а в мае соревнования. И меня заметил еще такой чемпион Советского Союза, в те времена Варисраев по бутербилдингу. И привел меня в еще один клуб, где я прокрепил отбор юниоров на чемпионат Советского Союза среди юниоров в Клафиде. Проводил этот отбор Дубенина, президент Лераса бутербилдинга России сейчас. То есть все происходило в круге, он сидел на стуле, и по очереди перед ним выступали спортсмены, каждый ставил свою музыку. Так как я занимался гимнатикой, я вставил разные акробические элементы, там садился на шпарат, вставал на руки. Все так были и длины. Окей, мы тебя берем в сборную, поедешь на чемпионат Советского Союза в Клафиде среди юниоров. Вторым номером. На первом номере был такой Кирилл Салатков, он уже был второй на Союзе на тот момент. Ну и так получилось, что в Клафиде после обязательного сравнения, также всех спортсменов, сразу сравнивая с семи обязательных музыкалов, я проигрывал ему всего один балл, этому Кириллу. А после этой произвальной программы под музыку, Салат меня очень хорошо встретил. и я у него выиграл стал шпионом советского союза ну а занимавшись всего три месяца ну и после этого меня переклинило я вообще за фанател институт с дневного перешел на заворочное чтобы больше тренироваться также меня взяли в шоу в сочи и в яблоку там тогда это было все людей в диковинку бодибилдинг был запрещен вдруг его разрешили там и все хотели видеть здоровых парней я шел и в сочке мы выступали в цирке на разных циркных площадках на нас чуть-чуть так ходили наверное больше чем на цирковое шоу и там я как бы оказался в бодибилдинге советского союза пообщался с людьми на ними там много чего научили показали по диете по питанию по всему и через год я уже выступал на 10 килограмм тяжелее до 80 килограмм и я уже стал чемпионом оцепленным членом игры среди мужчин третьим на союзе в 92 году я выиграл шпионат россии 90 килограмм но весил 5 килограмм и меня как первое место задали на шпионат европы я еще сгонять 5 килограмм до 80 или не сгонять ну решил не сгонять так как думал что до 80 что до 90 я буду где-то наверное далеко наша страна тогда наши спортсмены сильно оставая от западных по бодибилдингу так как у нас это было раньше запретено и особенно отставали ноги вверх вроде ничего накачивали ноги оставали и правило занимали где-то 6 10 места на чемпионатах европы поэтому я думаю а как будет будет так и поеду получилось что я простым немножко заниматься и яс как-то сапад упал когда мы приехали в чехию вес у меня был 82 килограмма за сутки до взвешивания и я решил сказать сам попариться 2 килограмма здесь отца 80 и на тот момент у меня уже предварительная программа была такая оригинальная я когда служил в армии влёкся брейк-дансом в армии так получилось что распорщитная школа была как раз это был какой-то 75-й год как раз брейк-данс такой пошел в гору там по телевизору и меня с питера перезвали и один парень тоже хитро-студент вот мы вдвоем с ним затратили информации не было как и движение брейк-данса изучать но что-то пытались сделать я там элементы из гимнастики представлял просто вот в казарме маты расстелали и что-то делали а потом у нас подшипная школа была в армии и они говорят мы приглашаем в основном годний вечер но только покажите множество деятельности ну и мы такие с этим парнем из нижнего солдатского белья в белое зиме перекрасили штаны перекрасили там синий цвет эту башку в красный какие-то очки из какого вырезали тут печатки отделе вот такие костюмы сделали и номер вдвоем такого типа роботов такие школьники конечно обалдели и потом там кто у нас отвечала в части за самодетельный старший конор организовал по брейк-дансу в этом районе среди школы и военных детей мы конкурс тоже выиграли и короче добрый в итоге я когда стал заниматься бодибилдером решил совместить программу с брейком такая программа у меня финальная получилась электрический робот я подкатил по-английски говорил там привет электрический бодибилдер из россии вот и вот эту программу я впервые показал чехии зал там просто взорвался и короче я стал человеком на европу я думаю благодаря во многом этой программе были спортсмены такие достойные соперники и как-то у меня все пошло потом начать от мира меня взяли я там стал третьим просто третьем году аж до 80 килограмм ну то есть я начинал в полючи до 70 потом до 80 потом до девяносто девяносто четвертом году я занял первым на чемпионате европы до 90 килограмм тоже так получилось интересно от россии в девяносто четвертом году проходил красноярске 26 там где я родился я думаю специально подготовлюсь на родине побывать не помню я стал самар чемпионом россии а на чемпионат европы был в тюмени конечно что в тюмени но он там был вот и мы на поезд из красноярска ехали в тюмени где-то там наверно сухи я не я думаю зачем мне реставра на европе выступать просто съезжу посмотрю тоже чемпион европы и ехал поезд ел там и картошку и садка и торты там вся сборная там смотрели на меня сбыли такие приехал взвешивание это я уже знал ребятам с кипра приехали выступать и меня дружеские отношения были один там с кипра до 70 килограмм который хочу ты не выступаешь я вот не знаю я будет все подряд она сладкая все но в живо не шло только весь вверх и форма хорошая не хочешь выступать я буду думал ты можешь выиграть тебя только соперник с кипром и респален до 90 ты снимаешь зарубаться я посмотрю на развешивание идет взвешивание смотрю на всех соперник и прошел как последний взвешивание и он не выбери и зайди ко мне в номер или там грим да да грим дефицит плавки дефицит вот эти все они грим плавки потом я зашел к нему за грим плавками соперника до 90 я висел 85 запас вроде так выглядел маленький этот соперник не думал что я до 90 а потом когда они там не коснут я ушел мне потом видеть мой друг такой не говорим что я тебе дал плавки там вышечные он говорит все так убить злой зачем помогаешь ну и в итоге я стал чемпионом европы этот превоспал вторым потом нормально так дружи я к ним на кипр в гости ездил вот и вот я стал чемпионом европы потом ездил на счет мира до девяносто третьем в девяносто девятом году в словакии и в 2000 наконец-то я стал чемпионом мира в малайзии тоже так победа далась нелегко получилось что я надорвал голень немного и что воспаление температура за неделю до соревнований температура была там год готовился к этому как бы сразу решил ехать может благодаря температуре был хороший рельеф соперники были какие-то у меня шестерка довольно сильная поляк второй чемпион европы был он тоже там испании чемпион олега джурас собственно удовольствием их победить потом как приехал сразу к миру и сразу хирург у меня там нагноение было развязали там короче но все получилось вовремя в общем ну потом попробовал выступался депрофессионалов уже возраст там было меня 37 я помню что чтобы успешно карьеру развивать и профессионалов надо просто раньше переходить нету времени там своя очередь существует так понятия то есть там среди профессионалов во время это все в основном происходит мне было просто интересно постоять на сцене с лучшими там участниками мистера ленте у них все завязано на бизнесе у них много тем которые упускают спортивное питание и тренажеры и соответственно есть конкуренции они заключают тракты со спортсменами рекламируют естественно с хорошими спортсменами и уже они двигают то есть они заинтересованы чтобы их не спортсмены компании были чемпионы соответственно они же еще и глядя спонсорами турниров и судьи уже знают этот спортсмен там журнал флэкс спонсор у этого спортсмена спонсор BBSN серьезная компания и задвигать нельзя и соответственно зависит твое место зачастую зависит от контракта с кем у тебя контракт ну конечно форма должна быть хорошая но они с плохими это и заключают контракты соответственно если у тебя нет контракта никто ее не поддерживает судейство вот я так выступал потом активную карьеру уже пять лет назад как закончил и фитнес-клуба в питере занимаясь этим небольшим бизнесом плюс соревнования там среди детей тоже провожу парт-брестинг вот такие городские среди школьников уже семье три занимаюсь тренерской работой готовы ребят на соревновательный уровень ну и на мистера ли я помогу есть несколько наших ребят это Александр Федоров был этот спортсмен потом Евгений Мишин выступал на мистер олимпиа и Сергею Холесту помогал их сами такие наши сильные ребята вот сейчас помогаю Сергею Базарову уступительный парень 24 года и сейчас он готовится на арнек-классик который будет в марте любительский арнек-классик он проводил соревнования от Сергея любителя и от Сергея профессионов вот Мазара Сергея будет выступать своим любителем но надеюсь что у него шансы вкрой голове есть вот то что касается моей жизни